Всем привет! И сегодня хочу поговорить о том, как правильно читать ингредиенты на упаковках. Очень часто замечала, когда мне мои клиентки пишут, Саша, а можно мне вот это? И делают фотографию там и присылают вот этот пинобадр. Я говорю, хорошо, ты посмотрела ингредиенты? Да, я посмотрела, мало калорий, там жир, даже 7 грамм протеина. Я говорю, ну-ну-ну, ты читала ингредиенты? Потому что одно дело смотреть вот эту табличку, другое дело читать ингредиенты. Я расскажу, почему. Итак, ингредиенты. Находим слово ингредиенты или ингредиенты и читаем. Если вы не знали, тот продукт, которого больше всего находится в этой продукции, он ставится на первом месте. То есть, если на первом месте стоит рост пинат или орехи, значит, его больше всего. То, что ставится на последнем месте, его меньше всего. Если вы это замечали, в некоторых фитнес-продуктах стивия на самом последнем месте. Знаете, что это значит? Его меньше всего. А перед этим стоит там сукралоза, молотодекстрин или детекстрин и так далее. То есть, не натуральные сахарозаменители, а пишут, что это с натуральными сахарозаменителями. А стивия самая последняя. Или, допустим, я хочу вам показать на примере это спайсис или приправы. Тоже читайте ингредиенты. Помимо того, что в ингредиентах не должно быть сахара, потому что да, в некоторые специи, наборы специй добавляется сахар. Но также я советую читать ингредиенты и опять же смотреть, на какой позиции стоит соль. Если посмотреть вот это, допустим, то первый ингредиент соль. Что это значит? Что ее будет больше всего здесь. А дальше уже идет чили, перец и так далее. Если, допустим, читать здесь, на первом месте это горлык, то есть чеснок, уже там лук, специи, а уже далее идет соль. Понимаете? Поэтому я советую, чтобы смотрели не просто есть этого или нет, а еще и на каком месте находится. То есть мы уже поняли, если мы берем скипи, которым есть сахар, и он будет пусть там не на первом месте, но на втором месте. Вы понимаете, что его уже будет, значит, на втором месте больше всего. Значит, что нельзя. Я заметила, что очень часто у меня клиенты, прежде чем попробовать что-то или съесть что-то, они даже не читают это. А мне пишут, Саша, ну вот это нормально, это значит, она уже съела это, а потом додумалась у меня спросить. Поэтому я всегда говорю, может, лучше сейчас спроси, если не уверена, или все, читай точно ингредиенты. Поэтому, если уже смотреть, то лучше наблюдать, что это типа того, если здесь написано буквально два ингредиента. Это орехи и добавленное масло, чтобы оно, чтобы не было густое. Поэтому все остальные упаковки тоже читайте так же. Те же протеиновые батончики. Очень часто, ой, Саша, там так мало калорий, я посмотрела тоже, на что еще нужно обращать, на порцию. Потому что очень часто пишут там 100 калорий, а в порции или в самом батончике две порции. Что это значит? Что это будет не 100 калорий за порцию, за батончик, а за батончик будет 200 калорий. И также, опять же, читаем ингредиенты. Даже если вроде бы тут все написано, все красиво, все хорошо, то все равно читаем ингредиенты, чтобы не было такого ингредиента, как сахар. И опять же, чем меньше ингредиентов, чем больше ингредиентов, которые вы понимаете, тем лучше. Это понятно. Поэтому очень советую, обращайте внимание именно на ингредиенты. Потому что очень часто получается, что не посмотрев ингредиенты, не прочитав, а потом, ааа, я не знала, я уже купила, но я сейчас доем, а потом уже буду смотреть. А пока ты это доедаешь, потом ты будешь тратить деньги на тренера, на таблетки для похудения, на антицеллюлитные диеты, массажи и так далее. Так что лучше почитать, найти для этого времени, и уже не надо потом исправлять ошибки. Пока!